Бомбарбия! Киргуду! В переводе кушайте уху, кушайте! Не будет брать, они вас зарежут! Эти известные персонажи из старых добрых комедий о Шурике, Трус Балбеса бывалый и вообще-то сотрудники Вольской больницы. Медучреждения традиционно участвуют в фестивале ухи и каждый год выставляют свою команду. У нас там есть команда лично на Волге, варит отличную уху. Дмитрий у нас там главный повар, мой тезка. Я лично готовил предыдущие два фестиваля ухи, лично я. Всем понравилась моя уха. Я варю уху лично давно, все рецепты знаю, что-чего делают, что-чего ложат, для чего уголёк добавляют, для чего водку льют. Вольский фестиваль ухи на Волге прошёл уже в четвёртый раз и его масштабу, наверное, могут по-доброму позавидовать другие города, в которых проводятся гастрономические праздники. По приблизительным подсчётам, фестиваль ухи посетили более 40 тысяч человек. Здорово, что есть такая хорошая традиция, она старая, добрая традиция, угощать людей вкусными, хорошими, явственными, те, которые могут быть восприняты людьми на золотой. И, конечно, количество людей, которые сегодня пришло попробовать уху, просто впечатляет. Я рад за вольчан. У каждого района есть свои изюмики, есть свои особенности, если говорим о гастрономических фестивалях. И здорово, что сейчас это приобретает всё больше и больше популярности. И хорошо, что каждый район старается показать всё самое-самое лучшее. Блаковский район, в котором буквально за неделю до праздника ухи состоялся шестой фестиваль клубники, тоже представил свою команду. Изысканную уху готовил повар санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд». Тройной бульон, стерлить, судак, но маленький секретный ингредиент – она с фасолью и с помидорами на сливках. Рецепт имеется каждый раз. В прошлом году это была уха с раками. В этом году мы решили немножечко уйти в сторону Скандинавии. С каждым годом растёт количество команд, которые представляют свою уху. Рецепт её становится разнообразнее. На столах появляются и другие рыбные блюда. И угоститься ими могут все гости. У нас вот Василий Иванович этим занимается. Тренер по хоккею, он поймал рыбу и варит по своему, наверное, секретному рецепту, который нам не рассказывал. Рецепт у нас свой, от той ухи, которую приготовил наш повар. Рыба наша, которая водится в реках Откарска и, конечно же, в Волге. У нас толстолобик, у нас карпы, караси, лени. Обычно скрывают рецепт. Почему вы даёте? А потому что наш рецепт самый простой. Самая вкусная уха – это та самая простая, которая готовится с любовью, из местной рыбы, без всяких каких-то хитростей. Рыба, вода, овощи и стопочка водочки. Отдельная площадка на фестивале была представлена Вольфским военным институтом материального обеспечения. Здесь ребята и развлекали публику задорными песнями, танцами. Ну и, конечно, угощали ухой. Её готовили команды из разных стран, потому что в институте обучаются курсанты не только из России. Это рыба-суп. Африка, малейская суп. А из чего варите? Какая рыба там? Карп. Не знаю имя по-русски. Это карп. Это картофель, лукс, томаты, много, джусь, лимон и томаты. В своей стране вы варите уху? Да. А она там как называется? Из чего состоит? Ну, это как называется? Я не знаю. Это наджи. Наджи. И по нашей стране язык бамбара. Это наджи. Сегодня пришли готовить уху на фестиваль, который проходит в нашем городе ежегодно, каждый год. Мы здесь в первый раз участвуем из специальной факультеты. Как видите, всё приготовлено. Ждём нашего генерала. Начальник военного института Сергей Рихель уверен, что многие курсанты только во время учёбы научились готовить настоящую уху. Они не профессионалы, они только учатся. И это все курсанты, начиная с первого и включая четвёртый курс. Всего 10 команд. 5 российских команд и 5 республик из других государств. Наверное, они здесь научились кое-чему. Наверное, тому, чем отличается рыбный суп от ухи. Во время фестиваля весь город превратился в территорию праздника. Кроме фудзоны, здесь по традиции были предусмотрены и различные площадки для отдыха гостей. Мастер-классы, сувенирные лавки, фотозоны, музыкальные уголки. Фестиваль шёл весь день, и отзывы о нём можно найти в большинстве своём только положительные. Единственный момент, который немного омрачил праздник, это когда всем гостям пришлось ждать угощения. Уху не давали пробовать, пока комиссия не осмотрит столы команд и не оценит вкусовые качества блюд. Но это объясняется тем, что команды участвовали в состязании на лучший рецепт ухи. И тут без жюри не обойтись. А в остальном праздник прошёл отлично. И в следующем году состоится уже пятый юбилейный фестиваль, который, по мнению местных жителей, будет ещё масштабнее.